Здравствуйте, товарищи! Сегодня будет видео по онкологии. Это будет подборка из моих разных прошлых видео. В основном из рубрики «Ответы на вопросы», но не только. Это очень важная информация не только у кого есть эта беда, но и всем людям. Потому что у вас будет возможность уменьшить шанс возникновения этой страшной беды. То есть знание и по поговорке «предупрежден вооружен». Не буду терять время, скажу лишь, что слушайте, смотрите все от и до, до конца видео. Это в ваших же интересах. Приятного просмотра! Владимир Кудрявцев, 3293. Случилось то, о чем не хотелось даже думать. Диагностировали рак желудка, да. И первый вопрос, что делать? Ваши советы, Юрий Андреевич, вселяют надежду. Большое вам спасибо. Смотрите, вот что делать надо. Во-первых, посмотреть все мои видео. Хотя бы с 2021 года, вот до, как говорится, самой последней даты, когда вы начали смотреть мои лекции по онкологии. Просто, значит, забиваете, найдете легко. Начните с лекции «Общие принципы лечения онкологии». Значит, рак не приговор. Безусловно, видите, даже вот, рак поджелудочный, железо-рак мозга. Какие только виды рака, и на стадиях на разных, люди не лечили благодаря тем знаниям, которые я даю. Ну и, конечно, благодаря комбинации тех или иных препаратов. В общем, обычно это происходит так. Смотрите. Первое. Люди изучают мои лекции, конспектируют, выписывают все. Далее. Обращаются, пишут ко мне, либо с просьбой индивидуальной консультации. Ну, я даже всегда обычно пишу письмо таким людям. Я предлагаю два варианта. Первый можно индивидуальную консультацию и там все прочее. А второй вариант. Я предлагаю приобрести инфопродукт номер 22, потому что это 95% всей необходимой информации. Честно говоря, он и составлялся мною для тех, у кого, не дай бог, онкология, либо доброкачественная опухоль, либо аутоиммунные заболевания. Вообще, как изменить биохимию в идеале, чтобы работал организм, чтобы не было на него нагрузок дополнительных и так далее. Чтобы он не имел дефицитное состояние в питательных веществах, убрал воспалительные процессы и так далее. И вот это основа. И далее такая просьба прислать анализы, исследования, заключения врачей. Ну вот все-все-все, что нужно для того, чтобы. Тогда я это переправляю своим коллегам, а это в том числе врачи-онкологи, фунготерапевты. И некий такой, ну будем считать, как консилиум, да? Когда, например, есть специалисты в одной области, в другой, ну, понятное дело, в большей степени, да? И вот тогда человек уже получает методику по применению грибных препаратов. Дополнительно препаратов профессора Исаева, потому что это просто жизненно необходимое. Это определенные антиоксиданты с жирными кислотами, омега-3, АПК, ДГК и так далее. И плюс вот этот мой инфопродукт, общие обменные процессы и так далее. И вот комбинация всех этих знаний, нюансов, всех вот этих правильных мер, направленных на укрепление здоровья, на укрепление иммунитета и на борьбу с раком. Если это люди начинают все принимать, естественно, только проанализировав это все, поняв, а это главное условие, это обязательно, чтобы человек сам понял, что, зачем, почему, для чего, да? И посоветовал со своим опытным, конечно, тут надо найти порядочным врачом. В конечном счете каждый человек решает за себя сам, начинает это все принимать, применять, и с огромной долей вероятности, скажем так, мягко, результат положительный будет. Однозначно, как вот то, что я от раза к разу зачитываю, разные интересные и важные такие вот показательные примеры. И по раку их очень много. Это вот то, что я советую, как правильно, последовательно действовать. А далее, соответственно, вы меняете питание, образ жизни, применяете препарат. Если, например, нужна химио-лучевая терапия, ну, допустим, врачи правы, такое бывает, что нужна, вот действительно по показаниям это правильно, не обходить, то не бойтесь, иммунитет вы не убьете свой. Если будете в этот период принимать, как я говорил в той же лекции «Общие принципы лечения онкологии», такие препараты, как санхлан и тромет, сгрибные препараты, да, ну, и не только, конечно. Вот это правильный подход. Ну, конечно, есть разные нюансы, поэтому можете прочесть под любым моим видео, в самом низу, нажав еще ссылочки, открывается, в самом низу, индивидуальная консультация. Попадаете на эту страничку, читаете условия, а внизу почта и пишете письмо. И вот с этого и можно начать. Вот структурированно объяснил. Так, еще одно коротенькое, интересное письмо. Здравствуйте. А мед при онкологии можно есть? Это под каким-то видео про онкологию. Вот я что там? А, скорее всего, сахар и рак, да. И я объяснил, ведь в видео четко сказал, глюкоза, фруктоза, моносахарида, либо сахар, сахароза, дисахарид. Это все питание для раковых клеток в плане энергии. Не строительного материала, а энергии. Подробно объяснил, почему. Объяснил, что есть даже такое специальное КТ с контрастом, когда именно добавляют глюкозу, растворяют определенный изотоп, метку. Человек пьет, выпивает, смотрит. Через определенное время просвечивают человека и видят, где горят светящиеся такие маленькие точки, шарики, так сказать, области. Это и есть скопление раковых клеток, потому что они потребляют глюкозы во много раз быстрее и больше, чем любые другие соседние здоровые клетки нашего организма. Возникает вопрос. Человек пишет, а можно мед? А в меде есть глюкоза или фруктоза? Почему мед сладкий? И возникает у меня вопрос тогда, вы человек вменяемый или нет? Я вот просто не понимаю. Там четко было сказано, глюкозу, фруктозу, сахарозу. Вот сахара нельзя никакие, я объяснил подробно почему. Обосновал научно, что даже есть тестирование, почему, на чем основаны они, на таких свойствах физических, химических, биологических этих раковых клеток, что это им дает энергию, что надо убрать этот источник энергии у раковых клеток, переходить тогда на кетос, на кето питание. Этой энергии не будет достаточно, как правило, для большинства групп раковых клеток. И человек пишет, а мед можно? Мед сладкий? Ну вы вот думаете хоть, что вы спрашиваете? Причем таких вопросов приходило за годы очень много. Такое письмо, я его не буду полностью зачитывать, ну некорректно будет, все-таки на почту мне человек написал. Я скажу лишь, что зовут Марина, и письмо начинается так. Здравствуйте, Юрий Андреевич, благодарим вас за уделенное нам время. Инфопродукт 22 мы купили летом, следуем всему, что в нем вы говорите. А это уникальная вещь, это по сути инструкция, как быть здоровым человеком, но и такой компиляции многолетнего труда и знаний, скажем так. Ссылку тоже оставлю под этим видео. Я всегда его советую тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем, это вообще однозначно, ну а вообще любому человеку по-хорошему бы, конечно. И вот дальше продолжает. Женщина, слушаем и предваряем жизнь вашей лекции в течение 9 лет. Благодаря вашим знаниям я решила много проблем со своим здоровьем. А мой близкий человек с диагнозом рак предстательной железы третьей степени, хоть и прооперировался, обошлось все без метастазов и даже химиотерапии. То есть врачи посчитали, видя по состоянию, по анализам и исследованиям, что химия даже не нужна была. Сейчас также восстанавливается по вашим методам. Один вопрос, ну это я уже зачитывать не буду, потому что это личное, это просто вам на размышления. Это написал, видимо, биолог, не написал, кто это такой, про гетероциклический амин. Дело в том, что в прошлом видео я кое-что на эту тему говорил, а именно то, что при жарке мяса, как известно, это абсолютно точный научный факт, причем американскими учеными полностью и очень давно уже подтвержденный, что при жарке любого мяса образуются так называемые сверхканцерогены, а именно гетероциклические амины, нитрозоамины. Эти канцерогены являются мутагенами, они приводят к раку, к разным формам рака. Это известно давно, это доказано научно. И вот я это пояснял к чему-то, ну, кому-то отвечал, и в том числе про это говорил. И в том числе по этой причине мясо я есть очень не рекомендую, но причин много, одна из них данная. А, кстати, есть мое видео, так называемое, под названием, ироничным таким названием, «Мясо надо есть». Вот я советую вам его посмотреть, ссылку я оставлю под этим видео, и вы очень многое будете знать на эту тему, кто еще считает, что это пища человеческая, естественная, мужская там и прочая глупость. А вот что написал человек. Гетероциклический амин не только является так называемым полным канцерогеном, способным и инициировать опухолевый рост, и поддерживать его, но он также способствует метастазированию. В своем развитии рак проходит три стадии. Первая – инициация, необратимые мутации ДНК, с которых начинается процесс. Вторая – промоция, рост количества мутирующих клеток, и образование опухолей. Третья – прогрессия, активное прорастание опухоли в окружающей ткани, и возможное метастазирование, ее распространение на другие органы. Так, а это комментарий был под моим видео про онкологию, там, по-моему, о продуктах, которые вызывают рак. И вот протест. Ничего этого не было в древние и давние времена, но люди все равно болели раком, а, ну, вот этих вредных продуктов там и так далее. Моя прабабушка умирала в 74 года от рака, в 62 году прошлого века, а прадедушка, проживший рядом с ней около 50 лет, умер в 94 года от старости. Во-первых, 94 от старости не умирают. Потому что старость наступает со 100 лет. И все, даже вот в 120-летнем возрасте, один такой долгожитель, 122 ему было из аула Чинары, это описывал великий советский хирург Федор Григорьевич Углов в одной из своих книг. И когда он попросил местных патологоанатомов там скрыть его, посмотреть, то причина смерти была не старость, нет такой причины, а забитый холестерином сосуд, атеросклероз и бляшка, которая пошла из сердца, перестала работать. Ну, инфаркт был. Так вот, вам причина. Так что в 94 года он ни от какой старости не умер. А что касается рака, то, безусловно, рак был и раньше. Но причин-то рака много. Вы бы хоть из контекста не вырывали мои слова и не дурили, а учили науку логика хотя бы, если мозгов природа не дала. Ну и завершает этот гражданин. Так что не надо нам тут про четкие причины рака. Никто не знает на сегодняшний день. Так, значит, если вы не знаете, это не значит, что не знают другие. Я знаю, вам надо учиться и слушать, молчать и слушать, когда говорит человек, который умнее вас сто раз. По крайней мере, разумеется, по вашему идиотскому письму я делаю это, ему заключение, потому что умный человек, тем более разумный человек, никогда такую ахинею не напишет, не покажет своим письмом, что он не разбирается в причинно-следственных связях и вообще логика ему не знакома. Так вот, у меня много видео есть на тему онкологии. Есть даже такое видео, которое называется «7 причин рака». Так вот, там я разобрал 7 групп факторов, которые приводят к онкологии. И про рак в старые времена, 19-18 века, я тоже делал видео, где давал аналитический расклад о причинах. И именно не среди крестьян, а среди дворянства. По причинам, что они перестали есть простую пищу, по поговорке «щи да каша, пища наша», а стали делать извращенные кулинарные изыски и живой пищей не питались практически. Вот там сплошь и рядом тоже была онкология, да. Так вот, всегда есть причины, и причина не одна. Здравствуйте, Илья Андреевич. Мои родители жили на последнем этаже. В какой-то момент на техническом этаже над квартирой компания Ростелеком установила шкафы оборудования для интернета широкополосного, да, для всего подъезда. Эти шкафы были установлены прямо над их кроватью. Ну, то есть, вот, проекцию, если сделать, я так понимаю, наверх, через этажное перекрытие. И, кстати, это прям один в один. Как я сейчас вам поставлю, вот прям буквально одно или два видео назад из этой же рубрики «Ответы на вопросы» была прям похожая ситуация. Я вам сейчас попрошу моего помощника поставить, только дочитаю и отвечу. Так вот, эти шкафы были установлены прямо над кроватью. Настолько эта тема важная. Вот послушайте внимательно. Спустя 4 года у отца диагностировали рак толстого кишечника в 2015 году. Он умер через 5 лет после этого, в 2020. У мамы диагностировали миому в голове и онкологию. Ну, там, без запятой я не понимаю. Скорее всего, что миома – это не онкология. Может быть, она переросла в онкологии или это параллельно? Ответьте, пожалуйста, это может быть связано с установкой этого оборудования. Спасибо за ваши труды. Вы знаете, я бы сказал, что это на 100-100% связано, если бы… А я никогда не, как сказать, огульно не говорю. Я допускаю, я прекрасно понимаю, что сейчас причин онкологии очень много. И фактор влияющих на нас с вами десятки. Но эти факторы, электромагнитные вот эти облучения, это очень сильные факторы. И поскольку здесь это связано по датам с установкой, плюс какое-то время и плюс онкологии у и мамы, и папы, то, соответственно, скорее всего, это было главным фактором, как минимум. И, конечно, это связано в любом случае, потому что СВЧВЧ-излучение, естественно, приводит к нарушению процесса деления клеток, изменения в ДНК, потому что это влияет на частоту колебаний наших клеток, тем более ДНК. Это может изменить программу, программу передачи информации от деления клеток к делению клеток, скажем. И в процессе накопления ошибок возникают аномальные клетки, это онкология, и вот ничего тут удивительного нет. Это давно известно, доказано. И более того, начиная с 1974 года, когда вышел учебник Минина об электромагнитной безопасности, всё стало уже известно, просто эти знания от людей сейчас убрали, потому что вот эту гадость всю беспроводную внедрять будут и вкручивать по полной программе. А люди настолько стали в основе своей массы дураками, что ради удобства своего, чтобы тыкаться хоть в туалете на высокой скорости, видео перекидывать за секунды, они на всё готовы, они живут сегодняшним днём, а в разума у людей уже нет. Безусловно, пагуба от воздействия СВЧ-ВЧ-излучения колоссальна. Колоссальна. И хорошо, что есть защитные устройства, которые хотя бы на много-много процентов, во много раз уменьшают вот это разрушительное резонансное воздействие на клетку, на ДНК от источника ВЧ-СВЧ-излучения. Это нейтроники, такие защитные микроантенны, микроголограммы, в виде голограмм они, вот, и уже 25 лет они производятся. Никто, а многие, поверьте, хотели доказать, что это не работает, не смогли это сделать, потому что это не так, потому что они работают, и это доказано абсолютно научно. И есть ещё антенна, которая как раз противодействует, то есть воздействию вот этих соседских Wi-Fi и тех источников, куда вы не можете наклеить вот эту микроантенну нейтроник, то есть антенны, которые в радиусе 15 метров от точки её установки нивелируют как бы вот эти негативные воздействия от источников ВЧ-СВЧ-излучений. То есть не меняют, не уменьшают эти излучения, они дают в резонанс вступить в разрушительный частоте колебаний вот этих источников излучений с частотой колебаний наших клеток организма. Не происходит резонанса разрушительного. Вот что делают эти антенны и эти нейтроники. Ссылку на все эти нейтроники, защиту я дам вам в описании под этим видео. А теперь послушайте буквально вот прошлое, либо позапрошлое видео. Отрывок просто практически аналогичный. Слушайте. По поводу Wi-Fi. Все смеялись и крутили у виска. Видимо, он родственников имеет в виду, даже знакомых, скорее всего, всех. Потом программой Wi-Fi Анализер проверили уровень сигнала. Максимальный был в спальне у родителей. На уровне живота, если брать в расчет, как мать спала. То есть можно это сделать, посмотреть вот влево-вправо, так сказать, ближе, дальше, ниже. У меня вырвалось, ну, от безысходности, видимо, от злости какой-то, что все долдоны, всем плевать на все. А человек это понимает, а как доказать? Ну, порой очевидные вещи доказать невозможно тем, кто долдоны. Это же может быть рак желудка, сказал он. Под нами, далее он продолжает, обосновалось министерство курортов. И в том месте под нами был вход в общий Wi-Fi на четыре рожка. Они поставили. Это был 17-й год, а в 19-м году она умерла от рака желудка. Отец сразу переехал от нас, и он таким образом спасся. Wi-Fi роутеры очень мощная сила, они легко разрушают биополе, особенно сердце. Ну вот, дорогие товарищи, о таких писем очень много приходит. И, безусловно, здесь мы уже говорим о системе. Говорим о том, что это есть так. И поэтому, кто в ладу со своим разумом, кто все-таки не отмахиваться будет, а вось пронесет, или убедить себя еще хуже, что это, мол, все ерунда, это мракобесие, все это для нашего блага, мол, это все безопасно, ну вот и прочую ахению самоуспокоительную. Ну тогда это, пожалуйста, дело ваше, но предупрежден, как говорится, вооружен, и я вам дал и оружие против этого, и знание, и оружие. То есть будут ссылки даны под этим видео, заходите, и, кстати, на раздел плейлист, где выложены все мои видео о СВЧ, ВЧ, там их около 20, если захотите, смотрите. Там очень важная информация, а под теми видео досконально даны ссылки, вот прям начиная от учебника Минина вот этого до, там, я не знаю, разбора всех этих тем, от Конгресса США до Совета Федерации, по-моему, где-то, комитета какого-то у нас при Совете Федерации. Короче говоря, там все от и до. Все, дальше идем. Меня зовут Артем, здравствуйте, благодарный подписчик. Так, передайте, пожалуйста, вот эту ссылку на очень интересное интервью с долгожителем в США, в скобках, победил рак в 70 лет, перейдя на растительное питание, ну, на веганство, марафонец в 90 лет, обладатель многих рекордов среди долгожителей, уверен, Юрию понравится, я так полагаю, что из-за границы человек, опять же, к сожалению, видео на английском языке, но все-таки вот ссылочка, ссылку я вам тут оставлю на это видео, А я там буквально перевел заглавие этого видео, звучит это так. Майкл Фримонту 100 лет, ну, сейчас, по-моему, 101, и он является обладателем многих мировых рекордов, в том числе самого быстрого зарегистрированного марафона для 91-летнего, ну, за 90 лет. В 96 он установил американский рекорд, да, в беге на одну милю для своей возрастной группы, а в 99 он участвовал в национальном чемпионате погребли на Каное, сейчас ему 100 лет, и он не намерен останавливаться. Я горжусь тем, что могу поделиться с вами его историей, ну, это там автор зарубежный, блогер, видимо. И вот ссылочку я вам оставлю, ну, какую мораль, вывод тут нужно сделать. Вы понимаете, многие как бы не выпендривались насчет того, что всю жизнь ели мясо, начинают пороть ахинею там. Вот понимаете, жизнь, она показывает совершенно другое, то, что на все есть причины и следствия. И в наши дни, когда столько много вредных факторов действует на человека, убрать ключевые факторы негативные, это уже много, и порой вот такие меры, а без... Я одно вам скажу, что победа вот над раком, тут сразу лакмус показателя, поверьте, у меня тут опыт колоссальный, потому что тысячи людей мне писали, мы лечили по онкологии, да, совместно с фунготропевтами, коллегами, онкологами. У меня коллеги мои, это причем медики, онкологи по профессии, по специальности и фунготерапевты, которые поняли, что официальной медициной только ей, только лишь ей устранить, победить онкологию, по крайней мере в долгосрочной перспективе, это невозможно. И нужен подход комплексный. Я этот комплексный подход гораздо расширил, зная все нюансы по функционированию организма. И вот здесь я вам скажу одно, и однозначно точно, что пока человек ест мясо, например, да, рак он не победит, и более того, человек, который ест мясо, умрет от рака всегда, вопрос только времени. И, конечно, доживет ли он до рака, потому что он может раньше умереть от инсульта, инфаркта, других причин, просто не доживет до рака. Но конечная стадия деления клеток с ошибками, накопления ошибок, это накопление аномальных делений, это онкология. Ну ладно, у меня было очень много видео про рак, у меня даже есть плейлист, давайте я вам его оставлю. Там все видео по онкологии, по лечению онкологии, вся логистика. Советую, кому эта тема интересна, посмотреть мои все видео на эту тему, хотя бы за 21-23 годы. Ну а теперь послушайте вот эти примеры лечения и излечений от онкологии. Слушайте, что-то комментировать здесь просто излишне. Юрий Андреевич, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за ваш труд. Благодаря вашем видео я узнал о про лечении онкологии грибочками. Мами диагностировали рак пищевода. Плоскоклеточная, неороговевающая карцинома третьей стадии. Химию лучевую терапию прерывали на середине, так как началась анемия средней тяжести. На этом этапе я начала искать и разбираться в проблеме сама, часами переслушивая сотни видео на ютубе. Тут наткнулась на ваше видео «Общие принципы лечения онкологии». Просмотрев на одном дыхании, продолжила изучать ваше видео. Не раздумывая, заказала пару видов грибов. Ну, от себя скажу, грибных препаратов. Начала лечение. У мамы стоит гастростома, поэтому таблетки в виде капсул, к сожалению, заказать не смогла. После первого курса шитаки и веселки заказала свечи и грибочки шитаки и агарик. Ну, вероятно, водорастворимые формы, само собой. Спустя 4 месяца мама начала кушать сама жидкую пищу, хотя до этого не проходила даже вода. Спустя еще 2 месяца сделали КТ, и результат был такой. Метастазирование находится в неактивном состоянии, размер опухоли уменьшился. Спустя еще 3 месяца провели КТ с контрастом. Вот то самое контрастное КТ, о котором я говорил в недавних видео о раке, который точно показывают наличие метастаза в организме. И результат был немного шокирующий и приятный. Метастазов нет. Отмечается полное нивелирование опухолевого процесса. Думаю, останавливаться на этом не стоит, потому что общее состояние не очень хорошее. Слабость, частое головокружение. Сейчас хочу заказать ваш противопаразитарный комплекс. Пишет Ирина Куракина. Юрий Андреевич, хотим выразить вам нашу безмерную благодарность за ваши знания и информацию о лечении, которую получил мой муж Дмитрий Куракин после консультации с вами. Поясню. Я провожу еще пока индивидуальные консультации, на которые можно записаться. Ссылка под каждым из сотен моих видео на индивидуальную консультацию дана в описании под каждым видео. Продолжаю. Помогла избежать хирургического вмешательства и последующей инвалидности. После обнаружения аденокарциномы прямой кишки второй стадии, кто не понимает, это рак, ему были предложены лучевая и химиотерапия курсом 40 дней. Как вы рекомендовали, он начал пить грибы санхваны трометос за 2 недели до весь курс и 2 недели после окончания терапии. Поясню. Я всегда говорил и в старых моих видео по онкологии, например, в видео общие принципы лечения онкологии, приводил там живой пример, ну, на примере одной женщины, которая тоже пропила вместе с приемами курса химии и лучевой терапии вот эти грибные препараты, которые усиливают действие химиотерапии или лучевой по ее результативности, но при этом не убивают иммунитет. И некоторые люди, кому посчастливилось слышать и понять мои видео, пройдя эти курсы, а эти препараты, разумеется, они все приобретали у нас на сайте nadgar.ru, если выполняли все верно, стабильно, комплексно, добивались положительных результатов. Вот вам пример. Продолжаю. Каждую неделю сдавал кровь. Результаты анализов были хорошие, что приводило в недоумение врачей. Иммунитет не пострадал. Внимание, моя ремарка. Иммунитет при этом, что он проходил химиотерапию и лучевую терапию, при приеме этих грибных препаратов иммунитет не пострадал. Как и должно было быть, как я и предупреждал. Продолжаю. И это помогло ему пройти курс лечения без особых побочных эффектов. Через три месяца мужа планировали оперировать, ожидая, что опухоль уменьшилась и осталась. Но он за это время пропил ваш, ну вот который я рекомендую, маркерный курс. Это веселка, водорастворимые формы шитаки, водорастворимые формы рейши. МРТ и сигмовидоскопия показали, что опухоль бесследно исчезла и нет необходимости в операции. Врачи в Португалии разводили руками. Моя ремарка. Да уж, представляю, такого они никогда не видели. Как и те врачи в США, о чем я рассказывал в моем видео «Общие принципы лечения онкологии». Продолжаю. И не понимали, что происходит. Решили понаблюдать еще три месяца. А муж поменял рейши на мейтаке. Ну это как я рассказывал, там каждые три месяца смена грибных препаратов происходит. И также продолжил пить этот курс. То есть он уже пил, подчеркну, веселку, шитаки и мейтаке вместо рейши. В итоге были сделаны КТ, МРТ и сигмовидоскопия. И все показало отсутствие опухоли. То есть еще через три месяца. И показало наличие здоровой ткани. В настоящий момент мужу предложено наблюдение каждые три месяца с проведением КТ, МРТ и сигмовидоскопии. И анализа крови на онкомаркеры, которые, кстати, тоже были в норме. Сейчас он пьет третий курс грибных препаратов с грибом агарик. Ну, совершенно верно. И как вы рекомендовали, будет пить грибы до одного года. Потом профилактический курс раз в полгода. Он исключил мучные продукты, сладости, мясо. Оставил только домашние яйца. Иногда раз в две недели рыбу. Но основу нашего питания составляют овощи и зелень. Дорогие товарищи, все правильно. Именно овощи и зелень, но не фрукты. Почему? Посмотрите мое видео «Сахар и рак». Еще раз благодарим вас за ваш бесценный труд и помощь. С уважением, Дмитрий Ирина Куракины. Ну, разумеется, я ответил, что я безмерно рад. Здоровья. И все правильно. При должном, правильном, системном подходе. Знаете, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!